Заслушали отчет сектора муниципального контроля администрации. Этому отделу полагается следить за качеством жилья и дорог, использованием земель и полезных ископаемых. Они же обнаруживают самовольные постройки и принимают меры по их сносу. Пытаются заставить арендаторов земли заплатить положенное. Доводят дело до суда, если требуется. За 2019 год направлено 784 претензии на сумму 52 миллиона рублей. Подготовлено и направлено в суды 48 исковых заявлений о взыскании на сумму 17 миллионов рублей. В 2020 году направлено 40 претензий на сумму 17 миллионов рублей. Подготовлено и направлено в суды 56 исковых заявлений на сумму 29 миллионов рублей. Собравшиеся заметили, что претензий все меньше и меньше. Но не потому, что нарушать стали реже. Просто информация из Комитета по управлению собственностью в сектор контроля приходит с перебоями. Процесс затягивается, и бюджет теряет серьезные суммы. В итоге пришли к выводу, раз ситуация не меняется, значит пора менять. Принципы сотрудничества КУСа и сектора муниципального контроля, возможно, кардинально. Люди не могут найти какое-то решение или общий язык, что ли, если такими словами выражаться. Давайте изучите и внесите предложение в заседание совета об изменении структуры, чтобы улучшить эту работу. Следующим выступил начальник управления образования. Строительство школы среди новостроек идет по плану. Открытие в 2021 году. А детский сад в микрорайоне 24 планируют сдать в эксплуатацию уже в октябре этого года. Но параллельно создаются дополнительные места в существующих школах и детских садах. В 2020 году планируется ввести 60 новых дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. Это детский сад номер 8, детский сад номер 20, детский сад номер 29. По программе создания новых мест в общеобразовательных организациях за счет капитального ремонта в рамках регионального проекта «Современная школа» в текущем году планируется ввести дополнительные 300 мест. Это школа номер 6, школа номер 7 и школа номер 14. За полгода количество ДТП уменьшилось практически вдвое. О причинах аварии рассказал главный госавтоинспектор города. Они происходили в том числе из-за ям на дорогах, неубранного снега или отсутствия разметки. А камеры сделали свое дело и снизили скорость потока машин на улицах Нефтекамска. С целью стабилизации дорожной обстановки сотрудниками ГИБДД на основе проводимого анализа совершенных дорожно-транспортных происшествий пересечено 8 880 нарушений правил дорожного движения, из которых совершено водителями 8 509. Говорили и о безопасности на воде. Это лето в республике обернулось десятками утонувших. И самое страшное, что среди них были дети. Начальник управления гражданской защиты в очередной раз привел результаты опроса среди школьников. Из 17 210 детей умеют плавать всего лишь 9 90 детей. Это 57,5%. Не умеют плавать почти 40%. Это 6 700. И лишь 3,5% имеют медицинские противопоказания. Это 613. Такие опросы проводят ежегодно, а теперь решили, что надо эту проблему искоренить. В городе три детских сада с бассейном, но они не работают. Дому физкультуры тоже требуется ремонт. А дворец творчества после всех перемен на расхват. И сейчас предстоит продумать и просчитать все варианты, чтобы научить детей плавать.